Ира, хочешь, я тебя рассмешу за 10 секунд, не сказав ни слова? Ну давай попробуем. Видела бы ты свое лицо еще, такая серьезная. Это не так смешно, как тебе кажется, но ты меня заставила улыбнуться, за это спасибо. А ты зря иронизируешь, Ира. Положительное влияние смеха на организм человека, это не вымысел, а научный факт. А вот с этим я согласна. О том, как смех влияет на наше здоровье и о ежедневных занятиях. Этим видом оздоровления поговорим прямо сейчас. У нас в гостях тренер по йоге смеха Митя Ефимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно все россияне, ну я в частности, узнали, что есть такая йога смеха. Это одно из подразделений йоги. Вообще откуда появилось это течение? Ну судя по всему, что если йога, конечно же из Индии. Основатель этой методики доктор Мадан Катаре, доктор-физиолог, в 1995 году задумался о том, как же смех влияет на наш организм. И решил попробовать на себе. Он вышел в парк, их было 5 человек, они начали смеяться. И сейчас, спустя 23 года, 107 стран уже организации, в одной только Японии, внимание, 10 тысяч клубов. Каждое утро люди выходят в парки и смеются. Парк содрогается от смеха. От хохота, да. Мы все прекрасно знаем, что смех поднимает настроение. А неужели смех может еще каким-то образом благоприятно повлиять на наше здоровье, психическое и физическое? Ну вы начали с того, что это научно доказанный факт. Да, есть целая наука гелатология, наука о смехе. Вот. И одним из направлений гелатологии является как раз йога смеха. А когда мы активно смеемся, и почему это йога смеха? Потому что мы активно дышим. Она очень похожа на йогу пранаяма. То есть мы делаем глубокий вдох и очень много-много частых выдохов. Это насыщение организма кислородом. Это раз. Второе. Активно работает сердечно-сосудистая система. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Мы активно выдыхаем. Даже иногда со скоростью 100 км в час. И вот как раз врачи подтверждают ваши слова своей статистикой. Веселые люди на 40% меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Веселые люди, как правило, стройные люди. И они живут чуть дольше, чем грустные и печальные. Калифорнийский университет провел исследование. 15 минут смеха – это как час на грибном тренажере. У йоги смеха есть три цели. Первое – это здоровье. Работает большое количество систем. И второе – это эмоциональный фон. То есть мы становимся счастливыми. Если радость, друзья мои, можно натренировать. Потому что мозг не различает, когда мы смеемся искусственно и естественно. В обоих случаях вырабатывается эндорфин. То есть пять минут смеха, и он становится заразительным. Почему вы улыбнулись? Потому что включаются зеркальные нейроны. И мы смеемся в группе, и заражаемся друг от друга. И смех быстро перерастает в естественный. Митя, а давайте прямо сейчас представим, что мы у вас на занятии по йоге смеха. Утро. Должно быть у всех хорошее настроение. Впереди сложный день. Его нужно прожить продуктивно. Давайте покажем несколько упражнений, которые за вами могут повторить все наши зрители. Хорошо. Первое упражнение, которое я делаю каждое утро. Вообще, стартовать. Просыпаться надо с улыбкой. Ведите себе как лайфхак. Вы только спите, вы только просыпаетесь, делайте вот так. И вы сразу начинаете улыбаться. Потом вы начинаете немножечко хохотать. С яска еще не проснулись, но вы хохочете. Главное, не напугать близких. Да, лежите. Да. Пять минут улыбайтесь. Пять минут улыбайтесь. Потом, когда вы встали, уже пробудились, я делаю упражнение алоха. Алоха пришла к нам из Гавайев. Это приветствие нового дня. Как оно выглядит? Сейчас я вам показываю. Мы наклоняемся вниз. В йоге смеха мы всегда дышим через нос, выдыхаем через рот. А смеяться надо активно и активно выдыхать. Тогда у вас выходит скопившийся углекислый газ. Мы наклоняемся вниз, делаем глубокий вдох, встаем и говорим. Алоха! А потом разводим руки и говорим. А-а-а! Дорогие телезрители, присоединяйтесь к нам прямо сейчас и делайте точно так же. А-а-а! Это упражнение, да. Я буду дома тренироваться. Можно сделать два, три, четыре подхода. Митя, а если делать это перед зеркалом, я думаю, будет еще смешнее и будешь еще больше заводиться и еще сильнее смеяться. Всей семьей смейтесь. Зеркальные нейроны включатся раз. Второе, то есть вы всей семьей активно и весело начнете утренний день. Второе упражнение, которое я рекомендую всем делать, это коктейль «Радуга». Мы пьем каждый день радугу, наполняемся радугой и начинаем. Светиться. Как оно делается? Взяли два стакана. Представьте, у вас два стакана. В одном из них радуга. Да, а в другом? А в другом просто. И мы сейчас будем... Да, он не-не-не, он пустой. Потом мы будем переливать эту радугу из стакана в стакан. Потом взбалтывать ее хорошенечко. Пить и смеяться. И чувствовать, как радуга вас заполняет. Давайте сделаем три-четыре глотка. Давайте. Вот так. Три-два раз. И делаем так. А теперь. И бьем. Ну, бывает, что в течение дня у нас портится настроение, мы переживаем какой-то стресс. А можете на этот случай показать какое-то упражнение? Очень классное упражнение для всех людей, которые находятся в стрессе. Оно называется смехомашина. Представьте, что ваша голова – это смехомашина. Представьте все свои проблемы. Взяли проблемы. Вот прям вот проблемы. И вставили смехомашину. Сделали кислое лицо, грустное. Взяли все свои... Стресс. Стрессы. И вставили. И все налоги, кредиты, я не знаю, все-таки все. И вставили смехомашину. Утрамбовали хорошенечко. Теперь взяли ручку. И сейчас мы будем чем активнее выкрутить ручку, и чем активнее вы смеетесь, тем это все перемалывается и уходит от вас. Готовы? Три, два, раз, старт! А теперь взяли две ручки. А как часто надо заниматься йогой смеха? Сколько часов в день? Старайтесь смеяться как минимум 20 минут утром и 20 минут вечером. Вечером очень полезно, потому что вы тогда выключаете свои мысли и полностью с улыбкой ложитесь спать и высыпаетесь отлично. Митя, глядя на такого человека, как вы, невозможно остаться равнодушным. Дорогие телезрители, повторяйте такие упражнения и будьте здоровыми и бодрыми. Каждый день и целый день. С вами была программа «Доктор Ив». Смотрите нас по будням на канале ТВ Центра. Не болейте! Информацию о нашей программе ищите в социальных сетях и на нашем сайте. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok